Макар Семенович, Вы родом откуда? В Лижняковском районе. А сколько Вам лет? Ну, 65 лет. А так Вы работали в какой сфере? В оленеводстве? В оленеводстве. Оленеводом работали? Да. Мы часто видим Вас на концертах, Вы так хорошо поете на своем юкагирском языке, да? Да. Как Вы думаете, вообще, юкагирский язык, он сохранится? Есть перспективы сохранения родного Вашего языка? Ну, я так скажу, шансы всегда есть. Главное, как мы его каким образом будем сохранять, считая, так думаю. Но светящие, которые именно как сейчас хотят сохранить, я думаю, это не получится. А почему? Ну, скажем так, например, в школах, скажу так, где-то по два часа, там, три дня, да? Ну, так, примерно, да. А почему-то сейчас не знаю, но так было. И в неделю, получается, четыре-шесть часов, да? Ну, и тут, конечно, все же все время говорят, что языковая среда, где человек живет в неизуковой среде. Ну, да, это, конечно, но мне кажется, надо искать другие как-то способы. Варианты в другие пути? Варианты тоже использовать. И используют, например, думают именно нас, знатоков, владеющих языком. Ну, мы же не можем попасть, например, в школу, там, преподавать диплом, для этого нужно диплом. Мы же владеем этим языком, но один из вариантов, что нас, используют нас, ну, в то же время, и каким-то образом, чтобы облидно было какое-то такое, ну, чтобы нас использовали, но в то же время, как и деньгами, например, да, каким-то, вот такое. Поощряли? Да, поощряли. Ну, и тогда, может, пошел и будет от процесса. Вот, вот вы занимались всю жизнь оленеводством, работали в этой сфере, да? С какими проблемами вообще сталкиваются оленеводы? Какое-то изменение, вот вы раньше работали, а сейчас, наверное, все-таки видите, слышите, да, в нынешних оленеводах. Да. Какие изменения произошли в жизни оленеводов по сравнению с прошлыми годами, с прошлым временем, советское время? Ну, я понимаю. Ну, отвечу так. Ну, наверное, не скажу, что вот, опять вот на этот круг сел, туда-сюда, ну, отцы и дети, да, как, ну. В нашем доме все-таки мы по-другому жили. Мы жили именно так, как жили наши родки. Все-таки мы сохраняли традиции о длитии. Сейчас, думаю, вообще, вот по сравнению, после 22-го года мы ездили на Колуму, музей, на родину, и совсем другая картина. Тут, понимаете, молодые люди как-то уже по-другому-то, если не сохранить традиции о длитии наших детков, это одно из этих, тогда нужно сохраняться, сохраниться, да. Ну, еще в наше время все-таки мы, скажу вам, мы дежурили все-таки, дежурили постоянно. То есть, человек, олень, все время вместил, и посадку, как бы, разрыв пошел. Олени сами по себе, человек сами по себе. А кто-то и сами по себе? Да, ну, такой вот. И еще сейчас олень, как бы, стал средством дохода, деньги. А у нас все-таки, наверное, немножко по-другому, по-другому еще. Это наш транспорт, еще наши игры, те же банки, напомню. Короче, это полностью жалейте. Сейчас, нет, я даже затрудняюсь, наверное, не затрудняюсь, но точно скажу, что скоро и кочевать начнут, и уже начали именно техника кочевать. Вот, по-другому я считаю, что где-то трех, и связь между человеком, олень, и олень, и олень рвется, и с каждым годом олень еще меньше, меньше стыдно. И, Макар Семенович, у нас такой вопрос последний, да? Мы часто, вот, в последнее время очень много говорят об изменении климата, именно связанной с потеплением, да? Вы как человек уже, как свидетель вот этих изменений, что можете об этом сказать? Вы на себя ощущаете вот это изменение? Может, там, какие новые виды растений уже вы замечаете, да? о миграции диких животных и так далее? Да, я вас помню. Да, конечно, это все. Скажем так, сразу детственно, да? У нас, в наших краях, например, мы видели воробьях. Те же крысы, да? Вот, они, конечно, ну, это, конечно. Ну, а еще здесь, например, вот, белые медведи, да? Белые медведи, они, вот, кочунки. Значит, ну, что-то изменилось тут, какое-то, что-то, когда я работал, такого не было. Буквально, вот, недавно уже столько медведействовал, в земле ходил, в дизель. Ну, стихия, там, город, там, море. Ну, и здесь. Снег начал поздно пободать, да? Ну, чуть-чуть сдвинулась, вот это. Ну, сроки сдвинулись. Да, ну, вот это, как-то сдвинулась. Ну, в насчет растения, я не скажу, это, вот, птицы появились. Новые виды птиц, да? Которых, которых раньше не видели. Да, там, они не появлялись, вот. Да, даже, та же кукушка. Ну, на наших краях, она, вот, смотрите, как-то, при этом, является, на кухне. Ну, как-то, ну, да. Сравнительно, недавно, так, на 40-м, у нас не было. Это, считаясь, как... Как старики говорили, это плохое, те же фильмы на душе, как старики говорили. Вот это такая есть птица, но очень редко появляется, и когда она появляется, это какой-то знак. Вот такой вот. Ага. Вот. Ну, и чержи, например, тритон. Украина тритона, да? А, тритона. Да. Наши детки вот так. Они очень редко видели. И когда тоже вот, когда, если увидел, это тоже какой-то знак. Да. Я был от нижней грани, там их полно. А тогда же наши предки там, где-то не встречали. Но сейчас они больше стало так. Потому что, видимо, оттеплее стало. Тоже как бы знак потепления, да? Да. Так уже дать можно было. Спасибо вам, Шоя. Еще один вопрос. А вот насчет настоящих носителей, таких вишков и языка, в таком количестве у нас совсем мало, да? Да. Чтобы передать ваш, ну, сохранить язык, ну, новому поколению, какие работают. По стороне настоящих носителей, сколько нет? Да. По всем мало, наверное, да? Ну, носителей... Которые говорят? Да. Да. Это по пальцам считают. А не понимают, говорят. На пальцах? Уже пальцами считают. Угу. 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 Ну, в школах, иностранный, даже изучают. В школах открыл вот этого языка. В школах, как иностранный, а язык надо изучать, да? Ну, я... Если бы меня показали, вот, вот, молодой человек вот со школы вышел, и говорил. Он его моим покry��. Он сказал, он его his center. Ну, я не вижу. Ну, в основном же, чтобы сохранить язык, надо же в семье вот это передать. В семье говорите на своем народном языке. Ну, тут очень много этих... Мьян, по-прежнему. Да, вот те же смешанные браки. А, смешанные браки. Ну, много вот таких. Те же смешанные браки, сказываются. Материна, много путка. Ну, вот эти сказки, все поезжают. Но все равно, вот это русский язык, для них каждый день это же ребенок. Начиная с детского сада, идет и идет. Это не только в якобы русский язык, это незаметно даже. Якобы русский язык, да, все языки. Но я вижу, что пока выхода нет, да, как-то так-то, чтобы... Ну, не страшно слушать такие вещи. Да, вот если меня будут слышать, скажем, вот этот человек пессимистен. Ну, я много делаю. Искал выходы, как видится, все-таки постепенно выведу, что все-таки языки. Макар Семенович, вот лукавиров делят на лесных и тундринных, да? И, соответственно, есть язык лесных лукавиров, язык тундринных. У вас язык какой, каких лукавиров? Тундринных? Да, я отношусь к тундринным. А по-юкальдирски вы можете представиться, а потом перевести на русский язык? Ну, конечно. А по-юкальдирски представьтесь, а потом перевести на русский язык? Материя Макар Курилов. Мое имя Макар Курилов. Материя Каламат Калды. Материя Макар Курилов. Я приехал с Калами. Тундринные. А вы думаете, ну, по-юкальдирски или по-русски, по-якутски, как обычно же, как? Да, я вас понял. Вот, знаете, я вырос... Ну, наше поколение выросло в интернатах, да? В школы, в интернатах. Когда мы учились, изо дня в день вот это ушло-вшло, да? Но у нас был большой плюс. Мы весной уезжали в Синду, к родителям. Вот, вы говорите, и искала всегда, где действительно существовала вот эта адекватная среда. Ну, это сохраняем. Но я тут немножко есть, вот, вы говорите, мысль, да? Я довольно-таки поздновато, ну, скажем, лет десять, по-моему, уже от матери до этого, можно сказать, мыслил русский. Ну, понимаете, причем она выгружалась, например, стихотворение, ну, вот, я пишу стихотворение, ну, а там рифмы, вот, раз, два, три, ста, или песни, да, раз, два, три, четыре, коренные народы, ну, не так, как они. Вот это мне, Эдуард Крепетин, вот, он мне сказал, на кадре я вас слушаю, и песни, давайте, это, обратно возбращайся, да. Это же все по-виске идет, так же, да. Надо по-ношему петь, у нас там по-другому бывает, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот, вот, такой же, ну, вот, он так объяснил, наверное, чисто, как бы, плитка нашей улицы. Как-то вот играет, ну, вот, вот, тогда, говорит, красиво будет, действительно, по-нашему, вот, по-какому плану. Ну, не могу сказать, я возвращаюсь, в 65 лет возвращаюсь кисточкой, вот, откуда я иду, конечно. Ну, а, такие песенки, это, для детей, вообще-то, я писала, чтобы они быстрее... По-русски, да. Да, они быстрее схватывают. Моя главная задача была, чтобы слова... Спасибо. Спасибо. Большое спасибо вам, Казанович, за такое интервью, очень интересное, подробное. Удачи вам, здоровья. Вы будете выступать, да, на танцерке? Да. Вот, обязательно посмотрим. Ну, я все. Ну, песню. Располагаю.